Наш доклад с Варварой называется «ГИС – профессиональный инструмент для оформления карт». И мы расскажем, как можно справляться с непростой задачей оформления геологических карт в среде Аргиз. Хотелось бы сказать изначально о разработке, о существующих единых требованиях к составу, структуре и форматам представления комплектов цифровых материалов, листов государственных геологических карт масштабов 1 миллион и 1 к 200 тысячам. На основе этих единых требований Всероссийский научно-исследовательский геологический институт Карпинского разработал целый ряд продуктов, которые позволяют упростить и облегчить задачу оформления геологических карт. В том числе они создали модули построения разрезов, преобразования проекций, конвертация данных в shape-файлы, которые все поддерживаются и используются в семействе программных продуктов Аргиз. Сейчас я хочу обратить внимание на разрешение Map Designer, которое позволяет нам создавать геологические карты для разных масштабов. На этом сайте в SIGI.ru.info.norm.docs можно посмотреть все нормативные документы. К примеру, некоторые из них помогают корректно установить надстройку, также грамотно составлять оформление. Существует специальное пособие. И вообще они еще написали пособие, которое позволяет составлять цифровые карты в среде Аргиз, которые наиболее подробным образом описывают весь процесс создания карт. Скачать эти программные продукты можно на сайте в SIGI. Здесь описаны все необходимые компоненты, которые необходимо будет установить. И после того, как проводится вся операция по установке и настройке этой надстройки, мы можем использовать ее для оформления карты масштаба 1.200.000. Эта карта использовалась некоторое время назад, в предыдущей демонстрации, в большом докладе. И в наличии у нас есть shapefile. И мы откроем его таблицу атрибутов. Здесь мы можем увидеть, что у нас есть некоторое поле с оформлением, которое также согласовано с едиными требованиями по оформлению. И в наличии имеется специальный код, который соответствует унифицированной форме для разных геологических образований. Сейчас у нас все контуры отображаются здесь. Они выглядят одинаково. И для того, чтобы не подбирать для каждого конкретного полигона свое оформление, мы включили надстройку map-дизайнера. Называется она здесь так, design map. И сейчас мы можем открыть новое окно легенды и создать новую легенду, подходящую именно для нашего результата. Здесь нам необходимо открыть легенду, создадим новую. Сейчас откроется окно. Можно оставить название такое, как и есть. Я напишу geology, например. И нам предлагается установить путь к единой эталонной базе условных знаков. Сейчас мы пропишем путь, который ведет именно к этой базе. И здесь мы… Сейчас перейдем сюда. Здесь расположена наша база. Мы ее открываем. И сейчас она уже присоединилась. Можно выбрать отдельную специализацию карты, если будет необходимо. Но в данном случае мы не будем этого делать. Применяем наши параметры. У нас образовалась новая легенда. И мы можем работать с ней далее. Следующим образом. Мы можем загружать внешние легенды, если они имеются. Также выполнять массовый ввод элементов по L-коду, который был прописан уже в классе пространственных объектов. И сейчас нам открылась база условных знаков. Здесь довольно большой просторный выбор разных объектов. Помимо этого мы можем редактировать элементы легенды, добавлять их по отдельности, удалять и организовывать. Мы можем сейчас загрузить всю ту внешнюю легенду, которая соответствует именно нашей области. Для этого мы перейдем к тому местоположению, где она расположена. Она хранится в формате DBF. При желании мы можем наши оформленные легенды в будущем экспортировать. Я тоже покажу, как. И здесь необходимо прописать индексы для связи. И еще имеются такие опции включения таблиц металлотектов, если они имеются. И в том случае, если внешние файлы в кодировке DOS, то это также можно учитывать. Но они у нас не соответствуют этой кодировке, поэтому мы снимаем галочку и применяем надстройки. Сейчас будет проведено согласование и загрузка разных классов. И у нас добавилось большое количество этих классов. Все они с разнообразным оформлением, уже с готовыми подписями. Мы можем выбрать один из этих классов, увидеть, что это именно площадной знак. Мы можем редактировать как площадные объекты, так и линейные, так и точные объекты. И настраивать обводку для площадных знаков, если необходимо будет. Откроем заново. И здесь можно будет настраивать привязку к электронной, единой базе условных знаков. Либо, если вы настроили более подходящее оформление и не нашли этот знак в базе, можно его также подгрузить из ArcMap, например. Можно задавать подписи, которые будут потом присвоены к классу объектов и использоваться в описании. И здесь у нас существует возможность задания подписей именно таким образом, чтобы учитывались все индексы и условные знаки, которые применимы в геологических картах. Унифицированная форма заполнения таких знаков расположена в единых требованиях к составу. Сейчас мы перейдем на 177 страницу. И здесь написано, каким именно образом нам нужно оформлять данные, чтобы они имели следующий вид. Также мы можем не только настраивать заливку, штриховку для наших объектов индекса, но и также подписывать элементы. Но эти подписи настраиваются для каждого конкретного полигона. Поэтому иногда возникает ситуация, когда они пересекаются друг с другом. Можно их расположить в каком-то конкретном полигоне, либо располагать горизонтально. Поэтому наиболее оптимально при создании подписей будет использование мапликса. После того, как мы загрузили все те классы объектов, которые участвуют у нас в геологической карте, мы можем далее привязать слой к легенде. Для этого мы указываем поле, по которому будет проводиться связь. В самом начале я показывала, что она так и называется, L-code. Теперь мы применяем параметры по умолчанию. И нам сказано, что привязка произошла успешно, была произведена успешно. И теперь мы видим, что у нас все наши классы, все объекты обозначаются именно теми условными обозначениями, которые прописаны в нормативных документах. И сейчас эту легенду мы можем использовать далее. Мы можем ее экспортировать в нужный вид. И хотелось бы еще более подробно показать, что у нас есть в эталонной базе условных обозначений, поскольку она довольно богатая. Здесь есть и обозначения для геологических карт, для карт полезных ископаемых, четвертичных образований, например. Это все можно раскрывать, переходить к каждому конкретному элементу, рассматривать его, редактировать и преобразовывать. В общем, такая довольно полезная функция. Потом это оформление можно использовать для создания макетов карт, многостраничных компоновок и использования подписей. А более подробно о том, как подписывать геологические карты и настраивать компоновки, расскажет Варвара. Действительно ограничено всего двумя темами. Это возможности создания надписей именно средствами ARGIS, не того модуля, о котором только что рассказывала Маша. И также еще покажу, как можно подготовить вашу карту окончательно к печати. Итак, для карты по гидрогеологии, если мы откроем атрибуты, мы увидим то, что здесь информация разделена на несколько слоев. То есть отдельно вынесена группа, система там, где она есть, то есть там, где нет информации, нет, там, где есть, указан отдел, ярус и так далее. Это сделано не случайно, потому что это позволит нам создать именно те подписи, которые обычно используются на геологических картах. То есть с верхними и нижними индексами, где что-то должно быть написано курсивом, что-то нет. Давайте я приближусь к закладке, чтобы мы могли сразу посмотреть, как будут выглядеть надписи. Карта создавалась на основе уже существующей бумажной. И здесь понятно, что текста много. Весь текст сейчас я размещать не буду, то есть для рек, для населенных пунктов этим мы заниматься не будем. Только то, что касается гидрогеологии. То есть в частности у нас есть то, что написано нижним ярусом. И еще, сейчас слету не найду, но где-то точно был курсив. Так, давайте посмотрим, как это делается в RGIS. Для этого мы воспользуемся механизмом MAPLEX. Он у меня уже включен. И в менеджере настройки надписи начнем создавать подпись для гидрогеологии. Давайте я сдвину окно в сторону и буду периодически применять, чтобы вы видели, что меняется. Значит, сейчас ничего не изменилось. Очень интересно. Давайте, ладно, я создам новый класс. Видимо, когда я тренировалась, я что-нибудь сделала не так. Пусть будет ярус. Вот, начало появляться. Хорошо. Значит, сначала у нас должна быть группа. Я могу писать выражение, в принципе, вручную, но чтобы избежать опечаток, я буду пользоваться конструктором. Значит, сначала группа. И, кроме того, мне также нужно, чтобы у меня еще была указана система. В принципе, я могу выбрать здесь название этого атрибута и нажать добавить. Но в этом случае у меня добавляется, если я нажимаю на кнопку проверить, я могу посмотреть, как это будет выглядеть. Значит, здесь у меня, ну, в тесте, к сожалению, нету данных именно по системе. Но если посмотреть на синтаксис, при нажатии на эту кнопку автоматически добавляется еще пробел. Мне сейчас не нужно, чтобы все писалось слитно. Поэтому я вручную изменяю выражение. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Уже сейчас у нас на карте появились первые надписи. Продолжим строить выражение. После системы также мне нужно добавить отдел. Я вручную вбиваю нужное значение. Но при этом отдел, он должен быть написан нижним индексом. То есть если я сейчас применю изменения, у меня все выглядит так. П2. Двойка должна быть в нижнем индексе. Для этого я воспользуюсь специальными опциями по форматированию текста. Там не так много тегов, их можно выучить наизусть. Но, естественно, всегда можно посмотреть в справке. Есть раздел по форматированию надписей с помощью тегов. Здесь переведены примеры. То есть есть два тега, открывающий и закрывающий. И стандартная возможность. То есть жирный шрифт, наклонный, нижний, верхний размер шрифта и так далее. Итак, сейчас мне нужно, чтобы последняя составляющая моей надписи, отдел, была написана с помощью нижнего регистра. Для этого я использую тег sub. Неважно, большими буквами или маленькими писать. Открывающиеся кавычки. Кроме того, я хотела бы сделать жирный шрифт, потому что тогда будет более заметно. И аналогичные теги, закрывающие. Скопирую их, чтобы не опечататься нигде. Закрывающие отличаются тем, что у них вначале ставится обратный слэш. Итак, добавляю в кавычку. Здесь все в кавычках. И смотрим, что получилось. Сейчас. А, надо было поменять порядок. Одну секундочку. Здесь сначала должен быть этот тег, потом этот. Итак, теперь у меня цифра 2. Это уже нижний индекс. Вот таким образом можно легко форматировать надписи. Причем не надо каждый раз вот так мучительно все вбивать. Любые надписи и выражения для их создания можно сохранять. И они у вас будут храниться в принципе формат специальный LXP, но вообще открывается блокнотом. Вы можете всегда посмотреть, что внутри. Либо загружать уже готово. Например, сейчас, чтобы оставшуюся часть не доделывать, я загрузила уже то, что будет использоваться в дальнейшем. И применяю. То есть теперь у меня есть часть, которая написана курсивом, добавлен знак плюс и так далее. Кроме того, MAPLEX, помимо просто возможностей по созданию надписей, позволяет также управлять их размещением. И здесь его особое преимущество. В частности, надписи динамические. И когда я перемещаю карту, они немного смещаются. И вот здесь, например, эта надпись постоянно заезжает на реку. Читается не очень хорошо. Я могу настроить правило, которое будет определять то, что поверх гидрологии, гидрография линейная, сейчас по умолчанию надписи могут располагаться поверх чего угодно. Я бы предпочла, чтобы в большинстве случаев поверх рек ничего не писалось. Я указываю вес объекта 900 и применяю. Этого недостаточно, потому что нет возможности где-то еще разместить надпись в данном случае. И если я считаю, что для меня все равно необходимо, чтобы поверх рек ничего не писалось, я ставлю значение 1000. И в этом случае у меня уже надписи ни при какой ситуации не будут располагаться поверх рек. Вот так можно настроить правило для размещения любого текста на карте. По интрузиям не буду сейчас показывать, как создаются надписи. Просто добавлю уже заранее подготовленные. Маленькая хитрость заключается в том, что для использования таких символов есть естественно разные варианты. Самый быстрый способ будет установить у себя ненадолго греческую раскладку и вбить это в атрибуты. То есть если мы сейчас откроем атрибутивную таблицу, мы увидим, что именно такие символы хранятся в атрибутах. Делается очень быстро и очень быстро решает вашу задачу. И теперь еще буквально немножко о окончательной подготовке вашей карты к печати. И я хотела бы рассказать о многостраничной компоновке. Что это значит? У меня есть некая карта, причем она подготовлена на территорию всего субъекта федерации, всего Хабаровского края. И меня интересует по сути создание атласа. То есть чтобы для каждого района или не района, чтобы просто у меня для масштаба миллион. Вот можно было сейчас мы с вами просто перемещаем карту. Давайте я включу гидрографию. Я бы хотела, чтобы у меня был атлас, который сам бы за меня это делал, то есть чтобы у меня было единое оформление для всех листов. В Argus есть специальный инструмент для этого. Он называется многостраничная компоновка. У меня есть уже готовый шаблон страницы, как она будет выглядеть. Я могу приблизиться, посмотреть, что у меня есть дополнительные элементы. То есть кроме стандартных, естественно, легенды, масштаба, также есть карта врезка, дополнительная диаграмма и прочее. И я бы хотела, чтобы это оформление сохранялось для каждого листа, но кроме этого еще динамически менялась карта, которая здесь отображается. Добавим в специальную панель многостраничная компоновка. Сейчас она неактивна. Я указываю то, что я хочу использовать эту опцию. И здесь мне необходимо указать так называемый индексный слой. То есть каким образом у меня будет производиться разделение на вот эти страницы. Каким образом создается индексный слой? Есть специальный инструмент, ищется по слову индексный, объекты индексной сетки. Он позволяет создать разбиение по каким-то границам. Например, у меня есть районы. И при этом, если я указываю, что я буду использовать единицы и масштаб страницы, то я указываю тот масштаб, который у меня будет на выходе. Значит, это должен быть миллион. И размер полигонов. То есть, по сути, размер вот этих квадратов. В итоге у меня строится индексный слой. Давайте я его здесь включу. И ненадолго переключусь в вид данных, чтобы вы посмотрели. Это похоже на стандартное разбиение, когда у вас какой-то дорожный атлас или атлас города. Просто создается сетка, по которой можно будет потом листать. Итак, я указываю этот параметр. Здесь возвращаю масштаб миллион. И в настройках указываю то, что в качестве слоя индекса у меня будет использоваться именно он. И также масштаб должен быть постоянно один и тот же. Сохраняю изменения. Значит, индекс можно не показывать. И теперь, когда я буду листать карту, внешнее оформление не меняется. Но при этом каждый раз у меня меняется карта, которая здесь отображается. Какие есть еще возможности настройки? Можно добавить динамическое отображение страниц. Потому что в любом нормальном атласе должна быть страница. Причем либо просто номер страницы, название, которое будет браться из атрибута. Или, например, номер и общее число страниц. То есть здесь давайте я сейчас увеличу размер, чтобы было лучше заметно. Пусть это будет 24-й шрифт. Текст динамический. То есть здесь сначала идет слово «страница». Дальше берется тот номер страницы, который сейчас отображается. Слово «из». И общее число страниц. То есть если я поменяю разбиение, например, у меня будет не 34 страницы, а 75, у меня текст автоматически обновится. Когда я листаю, у меня меняется эта подпись. И у меня уже страница 5 из 34-й. И так далее. Кроме того, у меня есть еще вот здесь такая карта обзорная, на которой виден весь Хабаровский край. Но при этом какой именно сейчас квадрат у меня отображается, я не знаю. Было бы логично именно на этой обзорной карте показывать данную информацию. Для этого я настраиваю в свойствах этого фрейма, то есть по сути вот этой обзорной карты, то, что она будет являться… Так, сейчас карту врезку мне не нужно. Вот, отображением для Хабаровска. Я могу настроить символ. Пусть это будет красная рамка, но, наверное, не такая толстая. Ну или ладно, пусть будет такая. И применяю. И теперь, когда я листаю карту, я также вижу на обзорной карте, что именно у меня отображается. Последний настройок, который я хотела бы сделать. Значит, если вы посмотрите, при переходе к другим листам у меня где-то есть информация по, ну, например, морским портам. Где-то нет. И в зависимости от этого логично, чтобы менялись и условные обозначения. Давайте я немножко пролистаю до чего-нибудь приморского. Так, здесь у меня тоже нету порта. Для легенды, естественно, я могу делать все необходимые настройки. В том числе есть очень полезная опция, которая позволяет вам показывать только то, что видно в текущем экстенте карты. То есть, видите, у меня сейчас уменьшилась уже легенда, потому что здесь у нас почти ничего не попало. Автомобильных дорог, в частности, нет. Поэтому они и не должны отображаться в легенде. Для работы с такими данными необязательно иметь аркмэп. После того, как я все настроила, я экспортирую мою многостраничную компоновку, то есть, по сути, мой атлас, в нужный мне формат. Например, это может быть многостраничный PDF. Сейчас меня интересует только обычный PDF. Страницы все не буду, чтобы не занимать время. Например, с первой по пятую. Экспортировать можно каждую карту в отдельный PDF, либо в один многостраничный. Пусть будет один многостраничный. У меня создается новый файл PDF. Это все штатные возможности, никаких дополнительных модулей, надстроек, не нужно, все уже заранее доступно. И давайте я пока что открою папку, в которой у меня все должно появиться. Ждем. Осталась одна страничка. Тяжелая, но видите, сколько много всего полезно. Все, экспорт завершен. Как же она называлась? Может, я ее, по-моему, куда-то не туда сохранила. Давайте посмотрим, куда же я ее сохранила. В Новосибирск. Хабаровск, Новосибирск, логично, да. Сейчас найдем Новосибирск. Прямо отсюда открыть, да? Нет, не-не-не, это не будет. Ну, нет. Если ты это выше поднимешь, на папочку нажмешь, экспорт, выше поднимешь. Ну, на папочку нажму. Ну, на папочку нажму. Правой кнопочкой. Правой кнопочкой. Открыть. Открыть. Нет. Да ладно, мне быстрее так открыть. Сейчас я быстро покажу, где это находится. Значит. Иногда нужно смотреть, куда сохраняешь, а не делать все на автомате. Вот. Значит, сюда сохранился наш файл. В нем пять страниц. Пристаю. Все автоматически обновляется. Есть надписи, какой номер страницы и скольки. PDF можно отправить по почте. Весит, в общем-то, делается долго. Весит 9 мегабайт. Не так уж и много. И последнее, что хотела еще показать. В том случае, если вы хотите создать разбиение не по индексной сетке, вот по таким квадратикам, а, например, есть, вот если сюда посмотреть, у меня есть деление Хабаровского края по районам. И было бы логично сделать так, чтобы каждый лист атласа показывал именно этот район. Для этого немножко поменяем настройки. В свойствах многостраничной компоновки я укажу, что индексный слой – это районы. Но теперь я уже не буду использовать единый масштаб, потому что районы разного размера. Какие-то целиком поместятся на страницу, какие-то нет. Поэтому система сама будет рассчитывать оптимальное размещение. Я указываю просто, какие будут поля, то есть чтобы у нас от границ района был небольшой отступ. И чтобы масштаб, он будет выбираться автоматически, все-таки был немного читаемым, я хочу, чтобы он округлялся до 10 тысяч. И сохраняю. И теперь давайте я гидрографию отключу, потому что она рассчитана немного на другой масштаб. Теперь у меня здесь выделяется тот район, который сейчас показывается, и показывается только его карта. Как такую уж совсем последнюю вишенку на торте, если я хочу, чтобы у меня отображался только этот район и ничего более, я указываю в свойствах этого фрейма, то есть по сути в свойствах этой карты, то, что я хотела бы вырезать по экстенту текущей страницы многостраничной компоновки. Могу задать границу. И теперь, когда я буду листать, у меня будет виден только этот район, без соседних приграничных территорий. И точно так же, естественно, это все спокойно экспортируется в PDF, JPEG, TIFF и отправляется по почте. Все, что хотела рассказать. Спасибо.